Одежда ведущей студия Бонди, стиль ведущей салон красоты Себастин. Людям нравится, когда им советуют, что следует делать. Однако еще больше им нравится сопротивляться и не делать того, о чем им говорили. Однако нашим полезным советам следуют даже самые отчаянные скептики. Меня зовут Наталья Саблина, вы смотрите ГТО и мы начинаем. Вот уже 25 лет плетет свою тонкую и радушную небывальщину Оренбургский театр кукол Пьеро. И как плетет? Спектакль Варвара Ивановна, отрывки из которого вы видите, побывал даже на сцене престижного фестиваля «Золотая маска» первым из театров Оренбуржья. К сегодняшнему дню наши спектакли посмотрело более полумиллиона зрителей за это время. Число сравнимое с населением города Оренбурга. Мы показали за это время, за 25 лет, 50 тысяч спектаклей. 50 тысяч раз. В репертуаре в нашем порядка 20 спектаклей, сделали мы на сегодня 30 спектаклей. С театром Пьеро оренбуржцы познакомились в сентябре 1991 года. Три актера, режиссер и художник. Вот и весь коллектив. Но мы были молоды и мы хотели чего-то нового, обновления. Хотела вся страна, в том числе и люди театра, наверное. Потом уже мы одни из первых муниципальных театров в стране. Новый театр рождался не из пустоты, не по приказу сверху и не по конъюнктурным соображениям. Страна бурлила, давая волю не только горячим головам, но и творцам, горячо любящим свое дело. Мы себя проявили, мы пять лет проработали все в областном театре, сделали репертуар, сделали спектакли, повозили их по миру. Известному в мире театру свой собственный храм пришлось собирать с миру по нитке. Артисты сами лепили кукол из папье-маше, сами создавали декорации и даже на фестивале часто ездили за рулем собственных автомобилей. Первые десять лет наш театр существовал без своего здания. Мы в Степном занимали какое-то помещение служебное, где могли немножко репетировать, там бухгалтерия была у нас, но зала своего не было. Нам пошли на встречу, нам помогли, потому что просто на энтузиазме театр не сделаешь. Александр Борисович с теплотой вспоминает тех, кто помогал театру в разные периоды его истории. Статус, здание, стабильность – все это действительно не может быть результатом одного лишь энтузиазма. Поэтому тех, кто помогал театру, здесь помнят и чтят. Точно так же Пьеро чтит и свои традиции, среди которых есть даже собственный международный фестиваль театров кукол «Оренбургский арбузник». Здесь чтят авторов, чтят артистов, чтят свои достижения и даже промахи. Чтят весь свой маленький и дружный коллектив. Но больше всего, конечно, здесь чтят своего зрителя, и он отвечает им неизменной взаимностью. Женщина пожелала с внучкой. Я говорю, по-моему, я вас видел на этом спектакле. Она говорит, мы 15 раз сегодня, у нас юбилейное посещение Маши и Медведя, по-моему. Перед недавним показом очень ладного спектакля «Уважаемые граждане» Позощенко выступила главный художник театра Марина Ярилова. Она пожелала зрителям чуткости. И нам всем стоит прийти сюда только для того, чтобы услышать, понять и принять эту фантастическую просьбу. Лев Толстой говорил, люди, занятые истинно важным делом, всегда просты, потому что не имеют времени придумывать лишнее. К счастью, у нас всегда есть время для того, чтобы про них рассказать. О настоящих профессионалах наш следующий сюжет. Для того, чтобы в доме было тепло и уютно и зимой, и летом, важно еще на этапе строительства грамотно продумать и спроектировать систему водоснабжения и отопления. Нюансов в этой сфере масса, и без советов настоящего эксперта просто не обойтись. Каждый человек по-своему строит свои системы. То есть он может выбрать и такую, и такую трубу. Самое главное, чтобы был качественный товар. Профессиональные монтажники не понаслышке знают, кому из производителей можно доверять. Фирма «Валтек» производит массу деталей для строительства систем отопления, водоснабжения. В том числе очень популярны металлопластиковые трубы фирмы «Валтек». Большой ассортимент соединительных деталей делает возможным любую конструкцию. Здесь используется только высококачественная латунь. Очень высокий контроль качества за каждым изделием. С трубами разобрались, займемся отоплением. В современном доме очень часто используют систему отопления теплыми полами водяными. Вот эти коллектора, всевозможные смесительные клапана, узлы, помогут сделать более комфортное проживание в доме. И, естественно, снизить энергопотребление. Эксперт дает советы по выбору котла. Сейчас очень качественно делают настенные котлы, которые могут также справиться с отоплением и с подачей горячей воды. Если, конечно, у вас большой дом, то без наполевого котла не обойдешься, потому что настенные котлы ограничены по мощности. И радиаторы? Алюминиевые радиаторы – это целиком сделанные из алюминиевого сплава. Кремний придает радиатору более прочность, более стойки к коррозии. Биметаллический радиатор служит для более жестких условий эксплуатации. То есть это в высотных домах многоэтажных, где более давление и более высокая температура. Разные радиаторы имеют разную теплоотдачу. Некоторые покупатели не обращают на это внимания. А потом, когда рассчитывают количество какой-то секции, у них получается, что они не обеспечивают теплом. Поэтому нужно на это тоже обращать внимание. Немаловажным в своем доме является вопрос полива приусадебного участка. Для этого в нашем магазине представлено большое количество всевозможных насосов. Любой человек может прийти и подобрать тот насос, который нужен. Кроме этого, есть система фитингов для того, чтобы каждый человек мог сам сделать у себя систему полива на собственном участке. А вот такие помощники обеспечат бесперебойную подачу воды. Чем больше точек потребления, тем больше емкости должен быть гидроаккумулятор. И, конечно, самый приятный этап – выбор элементов водоснабжения, которые всегда на виду. Сейчас выбор просто шикарнейший. Я рекомендую, конечно, латунные покупать смесители для дома. А для производства можно и попроще смесить или подешевле. Мы благодарим экспертов за ценные советы и желаем всем, кто занят строительством, уюта и тепла в новых домах. Магазин «Фитинг». Все для водоснабжения и отопления. Телефон 45-22-77. Каждый человек в этой жизни чем-то занимается и чем-то зарабатывает на жизни. Причем некоторые делают это с колоссальным удовольствием, поэтому у них все получается на протяжении многих лет. Очередная история бизнес-успеха в нашем следующем сюжете. Стоит ли открывать новый бизнес в кризис? Да еще в такой высококонкурентной сфере, как общепит. Наша героиня Анастасия Посохова убеждена – еще как стоит. Особенно, если будущие рестораторы хорошо понимают, что именно они хотят предложить своим гостям. Мы очень любим Германию и часто там бываем. Эта страна, можно сказать, усыпана маленькими ресторанчиками, и все они семейные. И они все уютные, с домашней атмосферой, с этой домашней едой. Там настолько комфортно, что хочется туда возвращаться снова и снова. И когда мы решили открыть ресторан, то каким он будет, мы даже не задумывались. Для оренбуржцев немецкая кухня – тайна за семью печатями. Однако Анастасия сделала все для того, чтобы еда в ее ресторане ничем не отличалась от той, которую вам подадут на стол в любом семейном ресторанчике Германии. Мы с мужем очень любим посещать маленький немецкий город Ротенбург. Там был очень маленький уютный ресторан. Шеф-поваром сама хозяйка. У нее все было настолько мило, настолько вкусно, что мы именно загорелись и отправили туда нашего повара на стажировку. И сегодня мы уже готовы угостить оренбуржцев и гостей нашего города нашими фирменными колбасками, которые приготовлены по традиционному рецепту. Какие же блюда составляют основу немецкой кухни и входят в традиционное меню любого немецкого заведения? В Германии очень любят колбаски. Они из свинины, из говядины, из мяса птицы. Есть жареные, вареные. Есть колбаски, которые коптятся. Колбаски в Германии едят с квашеной капустой и с картофельным пюре. Это их классическое сочетание. Из свинины мы делаем шницели, бифштексы, стейки. Коптим свинину и подаем это как холодную закуску. Планов у владельцев нового ресторана много. Со временем он станет настоящим оазисом не только немецкой кухни, но и культуры. То, что пользуется спросом, есть у всех. В своем ресторане мы попытались именно придерживаться только немецкой концепции. У нас нет цезаря, который есть везде, наверное. У нас нет кальянов. В Германии этого нет, это не приветствуется, и мы тоже этого делать не будем. Мы вообще хотим потом в дальнейшем ввести сезонное меню. Мы хотим отмечать Рождество, как это делают католики. Октоберфест – это их любимый праздник. Ну, все-таки тоже хотим это сделать. Будет ли новый формат востребован в нашем городе, покажет время. Пока же на огонек в окнах нового заведения заглядывает все больше гостей. В отзывах хвалят уютную обстановку, внимательных официантов и, конечно, немецкую кухню. Ресторан настоящей немецкой кухни «Бюргерхоф». Улица Просторная, 23, телефон 505-503. В преддверии строительного сезона у оренбуржцев возникает все больше вопросов. Для того, чтобы профессионально ответить на некоторые из них, мы отправились к настоящему эксперту. Часто задают покупатели нам вопрос, какие выбрать двери. Двери из массива или же двери с покрытием из натурального шпона. Хотела бы немного рассказать начать с дверей из массива, из массива ценных пород. Так как сейчас, мы знаем, происходит у нас потальное импортозамещение. И в условиях нестабильного курса доллара мы очень довольны тем, что предлагаем именно наш отечественный продукт. Они изготавливаются на итальянском и немецком оборудовании с применением специальной техники сращивания массива. Что позволяет дверям при дальнейшей эксплуатации не рассыхаться, двери не ведет. Двери покрываются специальными износоустойчивыми и атмосферуустойчивыми лаками. Очень устойчивы к царапинам, к воздействию света и на них не так сильно заметны пятна в процессе эксплуатации. Двери из массива, они очень требовательны к влажности воздуха. Но это скорее не только минус, но и плюс. Потому что если ваше помещение излишне увлажнено, то двери впитывают в себя эту влагу и наполняют свежим воздухом ваше помещение. Статусность этих дверей проявляется не только в применении натурального массива, но и в остеклении данных полотен. В остеклении используется натуральный горный христаль, который придает дополнительную изысканность. Данные двери я бы предложила людям, которые любят вкладывать свои деньги и получать от этого пользу. Двери выполнены в классическом стиле, который никогда не выйдет из мода. Конечно, двери из массива – это удовольствие не из дешевых. Но наши модели, по сравнению с европейскими аналогами, двери стоят в два, а то и в три раза дешевле. Еще один большой плюс – цена на такие двери не будет отличаться от цены завода-производителя. Впрочем, у дверей с покрытием из шпона тоже есть свои преимущества. Двери с покрытием из натурального шпона отличают финансовую доступность и отличные качества. Двери выполнены по технологии сращенного массива сосны. Сверху покрывает лист МДФ, который покрыт шпоном ценных пород деревьев. Здесь есть двери, которые подойдут как для современного дизайна, так и для классического дизайна. С советами вы вооружены. Но окончательный выбор все-таки остается за покупателем. Что лучше выбрать, конечно же, решать вам. Если вы хотите сэкономить и тратить минимум усилий на уход за вашими дверьми, то тогда ваш выбор – изделие из шпона. Если вы выбираете двери для дорогого и стильного интерьера, если вам важна надежность ваших инвестиций, то я бы, конечно, посоветовала двери из натурального массива. Из массива бука, дуба или ясеня. Двери с отделкой шпона «Сибирский терем». Двери из натурального массива марки «Альвера». Межкомнатные двери премиум класса «Випорте». Итальянский стиль и качество – российская цена. И напоследок еще один полезный совет. Если в малознакомой компании вы рассказали смешной, по вашему мнению, случай из жизни, а никто даже не улыбнулся, добавьте «это надо было видеть». Голубокружительных вам историй и весеннего настроения вы смотрели программу ГТО. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин